добрый день дорогие друзья пришло время нашего урока я надеюсь что интернет нас под не подведет и соединение будет хорошее поэтому несколько секунд мы во времени подождем пока убедимся в этом что интернет работает и может быть кто-то к нам уже подсоединится в эту субботу мы читаем с вами главу хайей сара хайей сара книга баришит хайей сара это вот переводится как жизнь сары вот первое вот у нас есть уже первый человек здравствуйте и если будут какие-то технические неполадки вы пожалуйста сообщите и эта глава жизнь сары начинается с того что сара умирает да и было жизни сары написано сто лет и двадцать лет и семь лет сто двадцать семь лет она умирает и авраам приходит написано скорбеть по и оплакивать ее и потом значит после этого он встает и обращается он к сынам хета кефрон дело в том что в это время авраам живет его его территории обитания это вот бершева хеврон вот это вот место и юг израиля известно что сара умирает прямо после того как происходит вот эта история с хаком и мы это прочитали в предыдущей главе и есть всякие комментарии на эту тему почему эти вот события соединяются вот жертвоприношение исхака и смерть сары и поэтому вот приходит из бершева потому что предыдущая глава заканчивается тем что авраам отправляется в бершев и вот из бершева он приходит и как раз вот случается это это событие и и авраам обращается к сынам хета конкретно кефрону и просит ему продать просит ему продать пещеру для захоронения и поле на котором на котором на котором эта пещера находится вот я об этом с вами хочу и поговорить надо вам сказать что захоронение в те времена происходили действительно в пещерах либо это были естественные пещеры либо этой были искусственные пещеры потому что мы ведь строили древесины здесь в этом районе не очень было много поэтому пользовались камнем поэтому были каменоломни и изымался камень из скалы и образовывались такие ниши вот эти вот ниши они и были приспособлены для захоронений и это объяснимо потому что мертвый человек это источник ритуальной нечистоты и только естественный камень природный камень он не пропускает эту нечистоту и поэтому у каждой семьи более не состоятельный была вот такая вот пещера своего рода такой склеп для для сим семейный склеп и там хоронили своих мертвецов совсем бедные люди хоронили в землю прав уходил в землю из праха пришел прав ушел а сжигание то есть кремация были запрещены тогда и запрещены сегодня евреев кремировать по закону нельзя только из праха пришел прав ушел так вот я хочу поговорить об этом об этой покупке авраам покупает то что называется марата махпела пещеру махпела он покупает не только пещеру он покупает еще и территорию то есть он покупает сады то есть пространство поле и на этом поле находится вот эта вот пещера махпела переводится как умноженная двойная сдвоенная на самом-то деле смысл этого слова до конца так никто и не понимает тот же самый рамбан на в своих комментариях утверждает что мы не очень понимаем что это такое махпела двойная хотя есть свидетельство о том что действительно эта пещера двойная там есть два помещения для захоронения это первый вариант второй вариант мидраж нам рассказывает почему собственно авраам захотел купить эту пещеру оказывается есть такой мидраж который рассказывает что когда к аврааму пришли гости и это мы читаем в предыдущей главе три гости пришли и он решил угостить и написано что он побежал за за бычком для того чтобы угостить их мясом и мидраж рассказывает о том что бычок сбежал и и в рам сам несмотря на свой преклонный возраст ему тогда уже 99 лет и он не посылает никого из слуг он сам пытается догнать этого бычка и бычок забегает какую-то пещеру за ним вслед забегает авраам чтобы оттуда извлечь его и вроде бы как в этой пещере авраам было видение видение и он увидел там что есть некая ложа на котором лежат первые люди адам и хава адам и ева и что свечи горят над ними и благовоние воскуривается и он пророческим видением понимает что ага вот это вот и место и есть место захоронения первых людей и вот тогда написано что стало милым ему это место и вот когда умирает его жена он решает именно в этой пещере похоронить но дело в том что пещеру нужно приобрести вот он обращается к сынам хэта там как раз жил этот народ это один из семи кнанских народов и конкретно кефрону и фрон был хозяином вот этого поля этого где ты пещеры и просит продать я не почему-то ни в какую не хотят продавать ему они готовы отдать ему это бесплатно пожалуйста бери пещеру производи там захоронения все нормально нет он настаивает на своем и очень интересно здесь очень подробный спор он несколько раз встает он кланяется он обращается к ним с уважением и они к нему с уважением ну такой знаете восточный базар уважительный но каждый пытается выиграть свое и они действительно чувствуются что относится к нему хорошо они ему говорят что ты у нас на самом деле представитель бога они к нему действительно очень хорошо относятся он стит на небедный человек у него одних молодых слух 318 человек, у него огромные стада у него они пасутся там шхема до Бершевы его стада то есть он известный человек богатый человек, но однако своей-то земли у него нет у него нет, потому что вообще на Востоке продавать землю пришельцу, чужому ну не принято и он им как раз говорит, с одной стороны, конечно, я пришелец, он говорит, но с другой стороны я здесь достаточно давно уже живу да, он уже живет здесь действительно там больше 40 лет, и поэтому да, конечно, я пришел в эту землю, пришел, когда мне было 75 лет а теперь мне гораздо больше а теперь мне уже сколько там, 137 лет да, 75, 137 много времени он там уже живет и однако они сопротивляются они сопротивляются и идет долгая долгая дискуссия немоверно долгая для Тары, по крайней мере Тара так долго вот такие вот диалоги никогда не устраивает в конце концов Эфрон продает Эфрон продает он просит сумму написано 400 золотых серебряных шекелей это огромная сумма по тем временам это огромная сумма это не чуть ли не 7 годовых окладов такого среднего работника огромная сумма и Авраам отдает эти деньги и все он становится владельцем поля и вот этой самой пещеры почему я об этом заговорил дело в том, что в Священном Писании у нас рассказано о трех покупках три человека покупают землю три человека покупают землю так написано в тексте значит кто эти три человека и какую землю они покупают первый кто приобрел землю это был Авраам в нашей недельной главе он покупает вот это поле которое называется Махпела и поле тоже называется Махпела сдвоенное если бы только пещера была сдвоенная почему-то и поле сдвоенное поэтому есть трактовки поле сдвоенное потому что поле пещеру на ней поэтому 2 как бы непонятно то есть первым покупает землю территорию авраам вторым покупает землю территорию яков когда это происходит и где эта земля когда после 20-летнего на отсутствие до 20 лет он лаван у лавана яков и здесь ноты мы еще будем читать следующий недельных главах когда яков получив благословение своего отца и цхака уходит уходит для того чтобы обрести семью потому что нельзя брать себе в жены из из местных народов и вот он уходит к лаван лаван это родной брат рифки то есть это это его дядя по существу да это родной брат его матери и он уходит к лавану и он у лавана долго работает там в общем 20 лет он живет и там у него собственно и появилась семья это известная история у него появились две жены лея и рахель и две наложницы билла и зилпа и в общем-то 12 детей 11 мальчиков и одна девочка дин и вот когда рождается уже юсеф юсеф он был первенец у его любимой жены рахели и тогда яков решает вернуться обратно в кноан и вот он возвращается в кноан переходит иордан и первое поселение которое он встречает или в котором посещает это был шхем шхем и он там останавливается и написано что именно в схеме яков приобретает поле вот это поле первое собственно уже второе приобретение земле кноан это вот яку он приобретает там поле и в этом поле разбивает шатры и дальше или случается неприятная история с диной и они уходят оттуда спускаются южнее в байтель и и и и и феврон туда где жил его отец то есть и цхак добершер значит это второе приобретение второе приобретение значит шхем территории поле уж хем и третье приобретение связано с солем давидом и это уже сказывается книги пророк книги царств ни пирой первой книги царств рассказывается о том что давид когда он становится царем всех колен израилевых и решает что его столица будет находиться в иерусалиме это был город евус он захватывает этот город евус и через какое-то время он покупает там гумно гумно это место где просеивается урожай до просеивается зерна от плевел отделяется и просеивается это гумно принадлежала местному человеку по имени аравна там все это описано в этой книге царств и всевышний указывает это через ангела через пророков все всевышний указывает давиду что он обязан город весь принадлежит давид он его завоевал но всевышний требует купить вот эту вот территорию которая является гумно равны и что именно на этой территории должен быть возведен храм давид очень мечтал о том чтобы возвести храм но ему это было не разрешено поскольку он был воин и пролил много крови поэтому храм может быть построен только его сыном шлому царем соломона но приобрести территорию для строительства храма он должен значит тот город евус которая в дальнейшем становится иерусалимом был завоеван давидом и несмотря на то что все в этом городе принадлежало ему ли он был царем он приобретает вот эту вот территорию и эта территория как известно у нас это то что мы называем гора море я или храмовая гора или то место где когда-то произошло вот это вот событие акидат и цхак жертвоприношение цхак вот 33 участка земли которые были приобретены нашими праотцами авраам приобрел поле и пещеру марма пила ухи вы рядом с хевроном яков поле рядом с городом шхем и давид гумно в девусе которая становится местом храм храм вот эти вот три места были приобретены не завоеваны приобретены дело в том что наше учение относится к ко всей территории земли таким образом что она неравнозначна вся территория у нас есть такой трактат называется масахед келим трактат сосудов келим это сосуд и этот и там самом начале написано о том что земля земля израиля имеет более высокую святость душа душа святость чем вся остальная земля а в земле израиля иерусалиме именно гора море храмовая гора имеет более высокую святость а на храмовой горе там вместо храма и святая святых имеет еще более высокую святость то есть есть такая иерархия святости и поэтому мы и говорим что всякое движение в сторону израиля называется подъем алья а мы это олим хадашим или не хадашим мы взошедшие а отъезд из израиля называется ерида спускание и не потому что израиль географически находится там на горе а все ниже а все остальное в долине нет потому что считается что земля израиля она в духовном смысле она выше чем земля всего остального мира земля иерусалима выше чем земля израиля а земля храмовой горы выше чем земля иерусалим то есть мы восходим к той точке которая называется храм в духовном смысле в духовном смысле и поэтому любая поездка из талевива в иерусалим никогда не говорят я поехал в иерусалим в языке такого не существует в языке существует я поднялся они алити или иерушалим я поднялся в иерусалим и даже в автобусе если ты про простые люди никакие там не ортодоксы и прочие простые люди то это это язык это обыденный язык в обыденном языке фиксируется подъем мы в иерусалим поднимаемся конечно и иерусалим по отношению к приморской полосе он находится выше там на высоте там плюс 900 метров но не в этом смысл но не в этом смысл смысл в духовном подъеме значит наша религия утверждает что земля имеет разные уровни святости и в зависимости от того где ты находишься ты должен себя определенным образом вести чем более высока святость и сказано когда абрам когда муж и увидел горящий куст он подошел туда полюбопытствовать вдруг голос сказал сними обувь сними обувь ты находишься в святом месте и ты не можешь быть здесь в обуви ты действительно в храме в храме никогда не носили обувь в храме всегда обувь раздевали в исламе сейчас тоже когда человек ходит в мечеть он снимает обувь это вот это вот оттуда идет таким образом иерархия духовности она существует и в зависимости от этого где ты находишься люди должны себя вести по-разному чем выше духовность а тем ну как бы неосторожней тем точнее нужно себя вести по отношению к другим к себе и прочее поэтому существуют допустим заповеди которые мы можем выполнять только в израиле а когда мы спускаемся снижаемся уезжаем из израиля мы не должны эти заповеди соблюдать например там год шмиты седьмой год и земля должна в седьмой год субботний год отдыхать это только присуще земле израиля другой на другой территории не надо даже если там евреи живут и обрабатывают землю они не должны соблюдать вот этот год шмиты это особое поэтому я это лично считаю что земля израиля она обладает допотопными свойствами то есть она имеет может иметь отношение людям допотопная земля имела отношение к людям-послепотопная земля лишилась этой возможности и если земля имеет отношение к людям вот она же она же прогоняет каина она не дает ему возможности питаться от земли даже если он ее обрабатывает так и здесь евреи живущие на земле Израиля, могут быть отсюда изгнаны, если их поведение не соответствует тому, что требует от них земля. Вернемся к этим трем точкам, которые мы приобрели. Значит, первая точка это Марата Махпила, пещера Махпила, двойная пещера в Хевроне. Следующая точка это рядом с городом Шихим. И следующее это поле в городе Евус, то что мы называем Храмовая гора. Что это за точки, почему они так важны, почему эта территория каким-то образом выделяется и она должна была быть только приобретена, не завоевана. Там не должно было быть пролито ни капли крови, только куплено, только мирным путем. Медраж нам рассказывает, что Марата Махпила, вот эта двойная пещера, была открыта Авраамом, когда он искал вот этого вот заблудшего теленочка для угощения, и он там понял, что там похоронены первые люди. Адам и Хава, Адам и Ева похоронены в этой пещере. И наша традиция утверждает, если Адам и Хава первые люди, они в себе сконцентрировали, на самом деле, все человечество. То есть, что происходит? Душа первых людей, Адама и Хавы, это и есть в совокупности души всех людей. И наша традиция утверждает, что именно через Марата Махпила, через место, где захоронены Адам и Хава, все души из духовного мира попадают в материальный мир. То есть, всякий рождающийся или умирающий человек, то есть, когда душа спускается из духовных миров и начинает обретать плоть, то есть, человек родился, или когда человек уже покидает этот мир, то есть, душа покидает плоть, плоть уходит в землю, а душа поднимается вверх. То есть, проход в этот мир и из этого мира происходит через Марата Махпила, то есть, через души первых людей. То есть, это своего рода такие ворота для души, которые приходят из духовного мира материальный и уходят обратно. Все души проходят через Марата Махпила, и поэтому Авраам понимал всю важность этого места и хотел, чтобы это была родовая гробница его и его детей. Действительно, там похоронены Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, и Яков и Лея, и Адам и Хава. То есть, четыре пары. Четыре пары там были похоронены. И к этому месту все религии, иудаизм, и ислам, и христианство, относятся как к священному месту до сих пор. Следующее место. Место Шхем. Что это за место? Место Шхем. Когда Авраам впервые приходит из Урказдима, ему Всевышний велит встань иди, лех леха, иди себе, он входит в Кнаан, Кнаанскую землю, именно в том месте, где находится город Шхем. И там находятся две известные горы, Гризим и Иваль, и прямо в седловине между этих гор находится город Шхем. И именно там входит Авраам в землю Кнаанскую. Получается, что это место, место, где находится город Шхем, это своего рода ворота в Эр-Цесраэль, ворота в землю Израиля. И что интересно, когда двенадцать колен из Египта приходят на эту территорию, во-первых, они выносят кости Юсефа, Юсеф же был в Египте великим человеком, его там бальзамировали, захоронили, там где-то в Ниле, в Железном Горобу. Он заклинает, Юсеф заклинает, чтобы его кости вынесли оттуда. И действительно, кости, прах, ну кости, да, Юсефа выносят оттуда, Мушей их забирает. Он их, сорок лет они путешествуют по пустыне, и когда колено входит в землю Кнаанскую и завоевывает эту землю, ведь как происходит завоевание? Мы переходим Иордан в том месте, где Иерихон, да, первый город, который мы берем, это Иерихон, чудесным образом стены проваливаются, и мы его завоевываем. Следующий город был рядом с Иерихон, город Аи, там было неприятное происшествие. А дальше нам велено подняться вверх километров на 60-70 и войти в Кнаанскую землю как раз между двух гор Гризим и Иваль. И известная история, когда с одной горы доносились благословения, с другой проклятия, а все колено проходили между этих двух гор. То есть вот место благословения и проклятия, это как раз то самое место, о котором мы сегодня говорим. И в этом месте были захоронены кости Юсефа. То есть на сегодняшний день та территория, которая была приобретена Яаковым, это место, где находится могила Юсефа. Территория спорная, она находится рядом с лагерем палестинцев Балата. Туда не так просто прийти и помолиться на этой могиле, только в сопровождении армии это можно сделать на сегодняшний день. То есть вот это вот место, купленное Яаковым, сегодня это территория, где находится могила Юсефа, и это вход в землю Израиля. Мы же понимаем, что это была земля Кнаанская, а она должна была стать землей Израиля. Так вот это уже был вход в землю Израиля. И третья территория это Храмовая гора. Храмовая гора Иерусалим. Самая высокая в духовном смысле точка. И что это за точка? Это на самом-то деле точка соединения материального и духовного мира. То есть мы знаем, что был первый храм, он был разрушен, потом был второй храм, он был разрушен. И вот мы теперь в ожидании третьего храма. У каждого храма была своя задача и своя функция. Вот как раз первый храм, построенный царем Соломоном, он как раз занимался именно связью духовного и материального мира. Это была непосредственная точка контакта духовного и материального мира. Единственная в материальном мире точка контакта верхних и нижних миров. Таким образом, смотрите, мы обнаружили три точки. Первая точка Марата Махпела в Хевроне, откуда души спускаются вниз и поднимаются наверх. Вторая точка это между гор Гризим и Иваль возле города Шхем вход в землю Израиля, в землю повышенной святости. И третья точка, самая высокая в духовном смысле точка земли, это храмовая гора, точка соединения духовных и материальных миров. И все эти точки, три территории были приобретены Авраамом, Иаковом и Давидом. Они играют в духовной жизни и еврейского народа, и я думаю, что всего мира, чрезвычайно важную роль. Поэтому, конечно же, к этим местам совершается паломничество. И если люди понимают, где, как и каким образом они находятся, они себя ведут соответствующим образом. Конечно же, там и молитва по-другому звучит, и слова, которые человек адресует Всевышнему, по-другому поднимаются вверх. Это места особенные, места чудесные. И, конечно же, все время из-за них происходит жуткий спор. Та же храмовая гора, которая является камнем преткновения между нами и нашими соседями. Марата Махпила, очень сложная точка, очень сложная точка. Где там две части могилы Авраама и Иакова, она как бы еврейская, а могила Ицхака, это мечеть, это мусульманская. И там тоже очень непростые отношения, очень сложный конфликт. Ну и, конечно же, вот могила Юсефа, она тоже очень проблематичная. То есть, смотрите, все три эти места, они места конфликтов. Места конфликтов, такие межрелигиозные конфликты. И я думаю, что если бы эти конфликты каким-то образом разрешить, если бы представители всех религий убедились бы, что только мирным путем можно там существовать, и что эти точки, они принесут благо всем, и что по этому поводу воевать не надо, вот тогда, наверное, в мире наступила бы какая-то благодать и гармония. Ну, я надеюсь, теперь мы с вами хотя бы узнали, что вот такие три точки существуют. Повторяю, это Марата Махпилан, купленная Авраамом, это могила Юсефа Ушхема, купленная Иаковым, и это храмовая гора, приобретенная Давидом. Вот эти три точки, о которых, в общем-то, следует знать, и, может быть, кому-то удастся туда попасть, ну, соответственно, помолиться там, поговорить, ну, по крайней мере, знать. И что интересно, если вы посмотрите на карту Израиля, вы увидите, что по существу эти три точки находятся на одной линии. Хеврон, Иерусалим и Шхем находятся на одной линии, восходящей снизу вверх, от Хеврона до Шхема. Хеврон, Иерусалим, Шхем. Ну, вот это вот я вам хотел рассказать, поскольку вот воспользовался тем, что у нас в нашей недельной главе об этом рассказывается, о том, как Авраам приобрел это поле и эту пещеру. Вот я вот воспользовался этим и рассказал еще о двух покупках и о том, что такое священное место на Земле. Вот это вот, по крайней мере, в иудаизме и в исламе, и в христианстве, это священные места на нашей планете. Вот я сейчас посмотрю, может быть, какие-то вопросы есть конкретно, связанные с этим. И я тогда, если смогу, конечно, я отвечу. Так, вопросов нет. Есть приветствия, и я всех приветствую. Это очень важно, что мы с вами как-то общаемся в этот урочный час. Так, приветствия и благословения. Нет, вопросов конкретно нет. Замечательно, хорошо. Тогда я всем желаю вам хорошей субботы, здоровья, благополучия, берегите себя, ну и до следующих встреч. Пока.